Всем привет, это BadPolygon и мы продолжаем серию уроков из курса Blender 2.8 Beginner Tutorial. Сегодня мы подробнее рассмотрим настройки движка Eevee, отрендерим нашу картинку и возможно кто-то из вас уже наконец-то запастит ее в свои соцсети. Кстати о соцсетях, ссылки на свои соцсети я как всегда пропишу в описании этого видео. Подключайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы в телеге, ответы не заставят себя долго ждать. Ну и про донат не забываем, при желании конечно же. Окей, переходим к рендеру, вернее к уроку. Добро пожаловать в 14-е видео из серии Blender Beginner Tutorial. В этом видео мы более подробно рассмотрим движок рендеринга Eevee, который мы все это время использовали до этого момента. А сегодня мы взглянем на все настройки, которые у нас есть. Некоторые классные эффекты, которые мы можем включать, например, Bloom с эффектом свечения или глубину резкости, а затем мы узнаем как экспортировать окончательное изображение. Как всегда временные метки вы сможете найти в описании этого видео. И если вы хотите следить за нашими уроками, вы можете бесплатно зарегистрироваться в нашем разделе ресурсов, где вы сможете скачать все файлы проекта, текстуры и видео из этой серии уроков и наш удобный Blender 2.8 Shotcut PDF. Всем привет, я Зак для CGBoost.com и давайте начнем. Итак, я нахожусь в перспективе камеры в рабочем пространстве Layout. Я отключил все гизма и наложения области просмотра, поэтому мы просто видим здесь окончательный результат. А для настройки освещения, материалов и прочего мы будем использовать механизм рендеринга в реальном времени Eevee. Итак, прежде всего я заметил, что случайно оставил эту Area-лампу в сцене. Выберем ее и удалим. Теперь первое, что я хочу сделать, это перейти к сцене и выбрать камеру. Давайте быстро включим Overlay. Вот наша камера. Зайдите в настройки камеры и в Viewport Display включите Limits. Зачем? Я покажу вам через секунду. Давайте включим Depths of Fill. И теперь, если я уменьшу фокус, мы увидим вот этот желтый крестик. Этим желтым крестиком мы определяем фокус, потому что глубина резкости, как правило, добавляет размытость заднего и переднего планов. И в фокусе мы можем видеть только эту область возле креста. Теперь давайте посмотрим с перспективы камеры. И если я изменю это расстояние, вы сможете увидеть это довольно четко. Давайте переместим его ближе к ножу, потому что эта область является нашим основным фокусом. И теперь мы можем поиграть с F-Stop. Итак, если я уменьшу его, вы увидите, что эффект очень сильный. Отключим Overlay. Теперь мы больше ничего не видим в нашей красивой сцене. Так что я бы не стал сильно менять это значение. Поэтому думаю, что значение по умолчанию 2 и 8 вполне подходит. А теперь перейдем к настройкам рендеринга Eevee. Во-первых, у нас здесь есть Samples, который включает такие значения, как Render и Viewport. Viewport – это значение, которое мы видим здесь, во Viewport, когда перемещаемся по нашей сцене. А Render – это значение для вывода нашего окончательного изображения. Так, некоторые эффекты, такие как этот глянец или эта контактная тень, используют сэмплирование, которое вы можете видеть по этому шуму. И когда вы перемещаете и оставляете неподвижную камеру, вы можете видеть, что для прорисовки этого эффекта и до получения полного качества требуется некоторое время. И если я установлю здесь 64, вы увидите, что это будет финальное качество финального рендеринга. И для Viewport, так как мы хотим плавно работающее окно просмотра, нам не нужно очень высокое значение. Перейдем к Ambient Occlusion. Давайте включим его. И здесь вы не увидите особой разницы, но если я перейду в режим LookDev, вы сможете увидеть это довольно четко. Если я отключу это, это добавит красивый контакт-шадо. Когда объекты находятся очень близко друг к другу, мы получаем эту тень. Мы также можем увеличить расстояние, если захотим, и это добавит больше реализма, как вы можете видеть здесь, потому что теперь кажется, что свет не светит в эти зазоры. Это также работает в Render Viewport Shading, но поскольку у нас много резких и темных теней, мы не сможем увидеть это так четко. В любом случае, мы оставим это включенным. Теперь давайте включим эффект Bloom, который добавляет это красивое свечение, и конечно же мы не хотим, чтобы этот эффект был таким сильным. Поэтому давайте откроем эти настройки и увеличим Threshold, что будет означать, что только очень яркие области будут иметь этот небольшой эффект свечения. Вы также можете изменить здесь Radius, если хотите, и некоторые другие настройки. А также давайте немного изменим интенсивность. Ну и это, пожалуй, все, что нам нужно знать об этом прямо сейчас. Пока мы работали над материалами, я также включил Screen Space Reflections. По умолчанию это отключено, и как видите, если это отключено, то у нас не будет здесь этого приятного эффекта преломления в каплях воды, и не будет отражения объектов на поверхности объектов. Теперь, если я снова включу это, вы увидите, что у нас появились эффекты преломления, поскольку здесь это также включено, и у нас также присутствует отражение на объектах. Чтобы получить лучшее отражение при рендеринге, мы можем отключить Half-Rest Trace для более высокого разрешения в отражениях. Если вы включите Screen Space Reflection, здесь он будет работать для всех объектов, но преломление будет работать только в том случае, если вы выберете объект, перейдете на вкладку «Материал», «Настройки» и включите Screen Space Reflections. Это мы уже сделали для капель. Если я выберу здесь одну каплю, вы увидите здесь это включено. В противном случае это не сработает. Теперь давайте рассмотрим здесь настройки Shadow. Изменим метод на VSM, который имеет немного лучшее качество, а затем изменим размер куба на 1024 пикселей, что повысит качество тени. И чтобы избежать некоторых ошибок с тенями, вы также можете включить High Bit Depth. И если вы хотите получить немного более реалистичные тени на вашем финальном изображении, вы можете включить Soft Shadow. Вы можете видеть, что при движении камеры есть какое-то мерцание, но как только камера останавливается, просчитывается эффект, рандомизируется вращение, все это смешивается вместе и прорисовывается реалистичная мягкая тень. Вы можете увидеть результат с включенным и выключенным эффектом. Так, здесь у нас более жесткие тени, а Soft Shadow делает их реалистичными. Итак, для окончательного рендеринга Иви я оставлю Soft Shadow включенным. Далее, давайте заглянем в раздел Фильм. Если мы хотим визуализировать этот фон, у которого в дальнейшем не будет прозрачных объектов, мы должны включить здесь Transparent. И еще одна приятная деталь, которая может быть очень важной. Например, если я увеличу здесь масштаб, вы увидите, что в какой-то момент здесь с краю исчезнет тень, которая по сути находится за пределами кадра. И чтобы избежать этого, для окончательного рендеринга мы можем включить Overscan, и это добавит 3% к нашему окончательному изображению в рамку вокруг изображения, чтобы тень рассчитывалась вне изображения. И тогда в изображении мы увидим тень правильно. Итак, если вы используете движок Иви, я настоятельно рекомендую включить этот Overscan. Итак, последнее, что я хочу сделать, находится в разделе Color Management, это Look. Я установил для параметра Look значение Medium High Contrast. По умолчанию установлено значение None. Как видите, так это выглядит немного плоско, а с помощью Look мы можем увеличить контраст. Но я не хочу сильно завышать его, поэтому давайте установим Medium High Contrast, который меня вполне устраивает. И этот контраст также добавится сюда к просмотру в реальном времени. И теперь на нашем изображении более яркие цвета. Итак, последнее, припоследняя настройка. Обратите внимание, тень в этой области выглядит немножко нечеткой. И это потому, что... Давайте выберем одну из лампочек Area. Мы включили Contact Shadow. Если я отключу ее, вы увидите, как это исчезнет. Contact Shadow не очень реалистичен с точки зрения глубины. И я думаю, что для этой конкретной белой лампы он не особо сильно улучшает сцену. По сути, он даже немного портит сцену. Потому что добавляет эту странную тень. Поэтому в данном случае я отключаю Contact Shadow. И теперь, я думаю, все стало выглядеть намного лучше. Итак, мы уже настроили все параметры в рендер. И теперь давайте быстро перейдем к настройкам Output. Итак, здесь мы можем изменить разрешение нашего окончательного изображения. Сейчас это стандартное HD разрешение. И так как здесь я хочу получить действительно высокое качество, я увеличиваю процент до 200. Таким образом, по сути, удвоится разрешение, которое у нас есть. И здесь мы еще можем изменить настройки Output. Но менять их здесь нужно, если мы хотим вывести анимацию. Если же мы хотим вывести статичное изображение, то мы можем внести изменения и позже при сохранении изображения. Это означает, что нам не нужно здесь ничего настраивать. А сейчас, чтобы отрендерить это изображение, для генерации окончательного изображения, мы идем в Render и Render Image или нажимаем F12. Прежде чем я это сделаю, я меняю режим отображения на Image Editor. Потому что в противном случае, Blender откроет новое окно, в котором отобразится рендеринг. Но я хочу, чтобы это отображалось здесь, в этом же окне. Поэтому я изменил режим отображения на изображение. Итак, перед рендерингом изображения нам нужно изменить еще три вещи. Прежде всего, лезвие ножа окрашено просто в один цвет. Поэтому, что бы я сделал? Выбираю ручку. Мы можем включить Viewport Overlays. Дважды жмем R, X для вращения и немного поворачиваем ее, чтобы увидеть эту структуру. И когда я увеличил масштаб, я понял, что нож немного не в фокусе. Это означает, что фокус нашей камеры находится не совсем там, где мы бы этого хотели. Поэтому давайте снова выберем камеру, перейдем к настройкам камеры и изменим расстояние. И вы видите, что теперь у нас появился фокус на ноже. Но чтобы убедиться, что это действительно так, взгляните со стороны, включите наложение, и тогда вы увидите, что этот желтый крест находится именно здесь. Это означает, что эта область находится в фокусе. Итак, еще одна мелочь, о которой я не упоминал ранее. Давайте еще раз включим капли. Выделим их все и переместим сюда. Как вы помните, мы отключали эту коллекцию. Это означает, что они не будут отображаться в области просмотра. Однако, если я сделаю быстрый рендеринг, нажмите RENDERING, RENDERING изображения, вы увидите, что они появятся. Теперь вопрос в том, как мы можем скрыть их для процесса рендеринга. Давайте нажмем ESC, чтобы вернуться в 3D вид. И вот, что нам нужно сделать в первую очередь. Нажмите на этот значок фильтра и включите этот значок камеры. Это ограничительные переключатели для рендеринга, так как глаз скрывает объекты только в 3D окне просмотра. Теперь я могу скрыть капли для рендеринга. Проблема в том, что если я визуализирую это изображение, вы увидите, что они исчезли и еще они также исчезли с яблок. И конечно же мы хотим, чтобы они были на яблоках, но только не здесь. Давайте нажмем ESC. Для этого мы должны применить небольшой трюк. Давайте откроем коллекцию капель, затем выберем коллекцию и добавим новую. Вы можете видеть, что была добавлена под коллекция. И все, что нам нужно сделать сейчас, это выбрать здесь все капли и переместить их под коллекцию. Под коллекция видна для рендеринга, а это родительская коллекция, не видна для рендеринга. Теперь давайте выберем яблоко. Перейдите в систему частиц и в разделе Render измените Instance Collection на Drops 1. И давайте сделаем то же самое для разрезанного яблока. Как видите, теперь у них обоих есть еще и коллекция Drops 1. Это означает, что если я сейчас кликну здесь, Render Image или нажму F12, вы увидите, что теперь все именно так, как мы этого хотели. Капли отсюда исчезли, но на яблоках они все еще отображаются. Нож внизу тоже в фокусе. И теперь мы можем сохранить это изображение. Как видите, на рендеринг ушло примерно 13 секунд. Это не в режиме реального времени, но вы должны иметь в виду, что мы создали изображение с очень высоким разрешением. И все эффекты, тени и так далее также должны быть рассчитаны с полными 64 сэмплами. И это все занимает какое-то время. И так окончательный процесс рендеринга происходит не в реальном времени, но по сравнению с Cycles, который мы рассмотрим позже, все еще сверхбыстрой. Итак, чтобы сохранить это изображение, которое вы сможете в дальнейшем использовать в любом фоторедакторе или опубликовать в социальных сетях, нажмите изображение, сохранить как, или нажмите Shift-S. Затем здесь вы можете выбрать свой жесткий диск, здесь вы можете перемещаться по всем папкам, а с помощью этой кнопки вы можете создавать новые папки. Я создал папку для рендеринга. Назовем это Apple Scene 1, потому что мы, возможно, захотим позже создать больше таких рендеров. И теперь здесь мы можем изменить формат изображения. Сейчас вы видите, что выбран PNG. Я бы рекомендовал оставить PNG включенным, потому что это формат без потерь. Это означает, что при сохранении этого изображения вы не потеряете никакого качества. Вы также можете использовать JPEG или любой другой формат изображения. Далее мы можем установить цвет RGB, чтобы у нас были только красные, зеленые и синие цвета. Если вы хотите экспортировать это с прозрачным альфа-каналом, вам нужно выбрать RGBA. Только вы должны проверить параметр прозрачности в настройках рендеринга в разделе Film, который я показывал вам ранее. Затем, если вы хотите получить максимально возможное качество, измените глубину цвета на 16 бит. Это важно, если вам нужна постобработка изображения. Это означает, что позже вы можете изменить цвет, контраст и все остальное во внешнем графическом редакторе. Если же нет, то 8 бит вполне достаточно, если вы хотите опубликовать изображение в социальных сетях или где-то еще. Итак, в моем случае я хочу получить максимальное качество, а затем просто нажимаю Save as Image. Итак, чтобы вернуться в окно 3D-просмотра, просто нажмите Escape и не забудьте сохранить Blend файл. И теперь, как вы можете видеть здесь, вы можете открыть его на своем жестком диске и делать с этим изображением все, что захотите. И поскольку мы отрендерили его в довольно высоком разрешении, если я увеличу здесь масштаб, вы увидите хорошую детализацию. Итак, ребята, теперь вы знаете, как использовать движок рендеринга Eevee со всеми различными настройками и эффектами, которые мы можем настроить, и вы знаете, как экспортировать окончательное изображение. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на этот канал и отметить колокольчик, если вы хотите получать уведомления о новых видео. Если вам понравилось это видео, вам также понравится наш курс Blender 2.8 Launchpad, где мы будем широко использовать Eevee, и там мы создадим не только статичное изображение, но и полностью анимированную 3D-сцену с нуля. Перейдите по ссылке в описании, если хотите узнать больше, а также знакомьтесь с бесплатными уроками предварительного просмотра на странице продукта. Спасибо за просмотр! А в следующем и последнем видео из этой серии уроков мы более подробно рассмотрим более фотореалистичный движок Cycles. Мы рассмотрим некоторые важные настройки, настроим некоторые вещи в нашей сцене, чтобы они лучше работали с движком Cycles, например, капли воды. А затем мы отрендерим изображение с помощью этого движка и воспользуемся некоторыми функциями шумоподавления, чтобы удалить шум из этого рендера. Так что не пропустите последний урок. Увидимся! До встречи!